Ее называют «дорогой жизни», но ездить по ней, играть со смертью – одна из самых непредсказуемых транспортных артерий России на Ринмар-Усинск. Так называемый «зимник» в этом году принес немало горя. Впрочем, как и в предыдущие, наши корреспонденты на дорогу выезжали не раз. Рассказывали о том, почему связующие они двух регионов не только опасно, но и коварно для каждого, кто там был. Но люди особо нас не слушали. Все равно ехали, застревали, затем просили о помощи. А как иначе? Но Ненецкий округ, кажется, услышали. Круглогодичное сообщение НАО «Республика Коми» теперь это уже вполне реальность. Видимость практически нулевая. Дальше хуже. Дорога на Усинск. Где еще, как не в Ненецком округе, говорить о «зимнике»? Дорога очень плохой. Никто не честит, никто не смотрит. Не знаем, кого жаловаться. Дорога на Ринмар-Усинск – единственная связующая нить между НАО «Республикой Коми» и Большой Землей. Закончилось топливо, закончилась еда, и надеяться можно лишь, пожалуй, только на самого себя. Два раза в год эта дорога с карты просто исчезает. Ужасно, не чистят его. Только трактора приходят на помощь и все. По мертвой трассе с боем прорываются грузовики предпринимателей и легковушки жителей НАО. Там вообще кто-нибудь чистит дорогу? Нет. Дорога абсолютно стоит. Иначе никак, ведь тогда больше сорока тысяч человек окажутся в настоящей блокаде. Не было такой, знаете, с одной истории. Видно, что не работает. Дороги просто нет. Именно поэтому эту трассу называют «дорогой жизни». У многих автолюбителей топлива уже на исходе. «Тамаз» не смог проехать МЧС. То, что транспортная артерия из года в год плохая, совсем не сенсация. Привыкли. Наша машина не способна проехать дальше. Если мы сегодня не уедем, то Новый год дороги не встречать. Бензина нету. Последние деньги потратили на бензин. Уже сколько дней там сидит. 410 километров жуткого бездорожья. Больше сложности, дежим больше. Несмотря на запреты, поехали дальше. И вот они уезжают. С обеих сторон дорога зажата непроходимой тундрой. Здесь нет обочин. Здесь край. Кто заставляет ехать? Город останется без мяса. Машина мясокомбината. Надо поставлять продукцию с Кирилла. Здесь нет заправок и автосервисов. Здесь нет связи и магазинов. Вокруг только тундра и бездорожье. На севере вообще темнеет рано. На этой дороге особенно. Бесконечные колеи затягиваются вокруг машин мертвой петлей. Дальнобойщики в этих краях уважаемые люди. Под колесами непроходимые снежные переметы, а в кабине сухо, чисто и натоплено. Впереди замерли красные огоньки. Снова застрял кто-то. Точнее, сломался. Ремонтируют машины прямо на месте. Если есть с собой детали, повезло. Если нет, ждут помощи. Кто-то час, а кто-то сутки. Машина мне сломалась буквально сегодня в обед. А до этого была мне машина нормальная. А так-то вот дорога не тишина. Если была бы дорога тишина, я бы давно доехал бы. Ибат не смог преодолеть зимник на многотонном КамАЗе. С легковушками, в принципе, тем более все понятно. Смотрите, это ребят на легковых автомобилях, которых на них жалко было смотреть, потому что не проехали. В 2014 году обслуживанием зимника занималась московская компания «Алигатстрой». Состояние дороги водители тогда сравнивали с Коми-Трофи во время весны. То есть зимника, по сути, не было. Подрядная организация заявила, техника для уборки есть, но нет топлива. Скажите, а от кого зависят эти сложности с дизельным топливом? Ну, чтобы люди знали, успокоились. Вот, что можно сказать. Ну, начальство из Москвы. Только за прошлый год с пролизованного зимника спасателями были эвакуированы десятки машин. Предприниматели теряли сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Товар, который везли в Наринмар, по несколько недель портился. На свалку его возили целыми фурами. Выходят сроки, и, соответственно, торговать мы этим уже не можем. Говорят, какой-то есть приказ 655-й, ссылаются, что запрещен выезд. Следующая транспортная навигация, и снова все не так, как хотелось бы. Зеленый свет на Осинск водителям загорелся только под новогоднюю ночь. Люди, естественно, были недовольны. Мол, почему так долго? Дорожники сетовали на теплую погоду. В итоге, не дожидаясь разрешения, зимник водители взяли штурмом. Наринмарские водители не выдержали, и, несмотря на запреты, поехали дальше. Дальше хуже. Зимник то открывали, то закрывали. Потом он и вовсе стал работать по расписанию. Днем выезжать на дорогу запрещали, потому что она таяла, а ночью водители пропускали. Некоторые в режиме ожидания находились неделями, то есть жили прямо в тундре. Спали, ели, воспитывали детей. Спасатели в этом году на трассе вообще прописались. Почти каждый день штурмовали непроходимые участки, добирались до тех, кого парализовало. В снежных заносах забирали и доставляли в город. И так почти два месяца. У дорожников, сколько бы они ни пытались реанимировать трассу, ничего не получалось. Где-то техники не хватало, а где-то опыта. Новая дорога, при этом круглогодичная, это реальность, которая уже давно превратилась в сказку. Но водители в чудеса, говорят, верят. Чтобы не трястись в железной кабине и не переживать за собственную жизнь, окончание строительства трассы ждут все. Осталось возвести всего 80 километров. Цена вопроса чуть более 9 миллиардов рублей. Впрочем, когда это произойдет, конкретно сказать никто не может. Весной зимник закроют уже до зимы. Дальнобойщикам и простым водителям Ненецкого округа добираться до Среднего региона придется вплавь. Не на машинах, конечно, но тоже экстремально. Между Наринмаром и местечком Кабире в спублике Коми наложено речное сообщение. Длина маршрута 450 километров. Большие грузы и легковушки перевозят баржи. Дорога вверх по течению занимает два дня. Скорость теплохода стабильная – 12 километров в час. Чтобы добраться до Среднего региона, за легковую машину в среднем нужно заплатить порядка 20 тысяч рублей. Туда и обратно все 40. Билет на самолет стоит дешевле. Экипажу судна скучать некогда. Через несколько десятков километров от Наринмара для них начинается свой зимник. Печора – река коварная и непредсказуемая. Там, где вчера прошла окруженная доверху баржа, сегодня на мель может сесть даже небольшой теплоход. Река очень обмелела, проблемы были большие. Хозяина нет на реке, настоящего хозяина, который болел бы за это дело. Река сама по себе живет. Здесь тоже люди работают. И хотелось бы, чтобы река была, приносила нам удовольствие от работы и не только одни негативные эмоции. 2013-й стал настоящим испытанием. Паромы не могли пробраться до Кабеля, шли только до Уссельмы. И все равно не обошлось без застрявших на меле судов. Пассажиров эвакуировали. Что переправу через Печору, что зимник по тундре в Ненецком округе называют дорогами жизни. Но ехать и плыть по ним значит играть со смертью. Продолжение следует...